Сегодня в Тюмени стартует форум и селу, и город. Он пройдет в формате онлайн. Участие примут представители из России, Белоруссии, Сербии, Грузии и других территорий, которые успешно развивают сельский туризм. Они поделятся своими успешными практиками, а также обсудят, как вывести эту сферу на новый уровень. Что интересного Тюменская область может предложить туристам, расскажем в следующем сюжете. Блинами и горячим чаем из старинного самовара хозяйка встречает гостей. Их размещают на летней веранде. Дому в селе Калмаковском больше 100 лет. Хозяева намерены превратить его в музей. До наших дней сохранилось немного. Старые кровати, прялка, ткацкий станок. Владения расположены на 20 сотках. Будет землянка, ее стилизуют под времена Киевской Руси, а рядом русская баня. Хотелось ее проживать, эту историю. 9 век, заселение Руси, начало вот этого всего. Какая одежда, какой быт. И вот, допустим, полдня семья живет в землянке и готовит там так, как раньше, и одевается так. А вечером здесь вот сели и впечатлениями поделились. Ну это как палачи так действуют. Примерился там и ху. А это казачье подворье в Нижнетавдинском районе. Небольшая разминка перед большой рубкой. Штатный инструктор Игорь Бабиков отвечает за самое ценное оружие – шашку. Почувствовать себя отважным воином может каждый посетитель. А еще здесь можно пострелять из лука или метнуть нож. Летом на казачьем подворье в день приезжали сотни посетителей. Самое популярное развлечение – катание верхом. Дети катались на лошадях, общались с миром животных. И детки, которые имеют заболевание ДЦП, они прошли определенную терапию. Совсем недавно у них открылись глаза, и они еще не отходят от мамы. Малыши появились на свет всего три недели назад. Чернобура лисица Кори регулярно приносит большое потомство. В этом году их родилось 11. В прошлом году их было 9. Хотя для лис норма – это буквально 4-5 щенка в помете. Лися сразу разбирают. Они еще не успевают вырастать, так скажем. Их раскупают либо в зоопарке. Но бывают и люди тоже себе, как домашних животных, их берут. Морские свинки, еноты, хорьки – этим козлятам месяц, но они уже освоились на ферме. Счастливые от такого контакта не только животные, но и посетители. В первую очередь дети. Страусинная ферма в Чикче – пожалуй, один из раскрученных объектов сельского туризма. И таких в регионе не более 10. Специалисты отмечают, что агротуризм не только в Тюменской области, но и в стране только встает на ноги. Потенциал у отрасли в регионе очень большой. Во-первых, это наши природные ресурсы, то есть это бескрайние поля, наша тайга, наши реки, озера. И у нас есть, например, Мизонский район, это край 300 озер. То есть приезжаешь и можешь на двух ладошках просто сфотографироваться, вот два озера держать. Это флора, фауна. Безусловно, это то, что уже есть на селе, это различные сельские подворья. Сельских и городских предпринимателей агротуризм интересует. В ближайшее время гостям из других субъектов страны, а также из-за границы, будет что показать и в Тюменском селе. Инна Михайловская, Артем Суханов, Тюменская служба новостей.